Всем привет! Ну что, добавим кроликов в повседневные будни? Сегодня уделю внимание тому малоплодному акролу, который прошел у меня в вольере. Я показывал первый осмотр гнезда, и мы выяснили, что в роскошной пуховой перине, на которую не поскупилась молодая мамаша, советская шиншилка, копошился всего один малыш. Один крольчонок, ну еще пара погибла. Пара или тройка, я уже точно не помню. И в комментариях под видео зрители строили догадки, делились опытом и просили показать, что станет с крольчонком. Извольте, жизнь малыша в вольере. Чтобы обезопасить слепого крольчонка от возможного нездорового любопытства сородичей крольчих, которые тоже в вольере живут, а главное от внимания моих котофеев, которые днем несут службу в вольере, ну а попутно гуляют. Я закрывал на день вход в маточник фанеркой, фанерной задвижкой. Элементарная конструкция, полозья и фанерка. Муся и панда крольчонка бы не тронули, а вот наглая рыжая морда запросто. Рыжуля по натуре трус. Взрослых кроликов он сторонится, побаивается, а вот на малыше вполне мог бы отыграться. У трусов так заведено, уничтожать тех, кто слабее. Ничего не поделаешь. Вечером, когда кошки у меня уходят, лаз открывается и накопившая родительскую любовь, а также молоко, ободранная мамаша, устремляется кормить свое чадо. По утру чадо лежит как котлетка с ушками, заполненная молоком до краев. Я даже побаивался первое время, потому что этот шарик набухший, ну, потому что животик как барабанчик, ну, просто чтоб не перекормила. Ну, и такая диета, конечно же, не могла не сказаться. Глаза на шестые сутки уже приоткрыл крольчонок, ну, а уже вовсю таращился, на седьмые, просто вовсю, и пытался отоварить будущего любимого хозяина. Сопротивлялся очень активно. Шерсть отрастил крольчонок очень быстро, и, ну, было прям видно, что растет галлопирующим темпом, опережающим. У меня сидят с мамкой белые великанчики, семь штук, они вот день в день родились вместе с этим малышом, так они у меня почти втрое меньше. Это белые великаны, тоже молочная порода. По документам крольчонку дана кличка Одинешенька. Ну, мой фетиш с наличием буквы Ша в именах шиншилл никто не отменял. Но для себя, выяснив, что это девочка, я стал звать ее Бугаевина. Ну, именно из-за размеров. Ибо эта переросль, она реально обгоняла в росте даже самые смелые мои ожидания. Все понятно, что она одна, пьет за восьмерых, понятно, что мать выкладывается полностью. Это видно, что мать полностью сухая остается. Неистовая просто. Я же мать крольчиха, потому что она прям вот вокруг этого крольчонка хороводы водит. Она всех отгоняла от ребенка, особенно первое время. Но все-таки крольчонок, это же не грелка, которую можно надуть. Есть физические ограничения и в развитии, и в целом. Но я вам вот точный вес Бугаевины скажу, как только ей исполнится месяц. Ей вот здесь на кадрах 19, ну, может быть, 20 дней, не больше. Даже трех недель полных нет. А эта лошадь уже точно весит больше нормы для месячного крольчонка. Ну, есть с чем сравнивать. Она абсолютно своя теперь в вольере, деловая, сил нет, активная, быстрая. Другие крольчихи относятся к ней очень благосклонно. Особенно ей приглянулась калифорнийка. Она почему-то любит валяться рядом с ней, с белой крольчихой. А та тоже очень добрая и по-своему заботится о ребенке. Другие тоже относятся к ней на равных. То есть никто даже не помышляет о том, чтобы ее как-то обидеть, отогнать. Нет, ни в коем случае. Кошки тоже потеряли интерес. Ну, интересно, когда что-то маленькое копошится, непонятно. Когда все обнюхано, посмотрено, потрогано лапой, нет интереса, никто никого не трогает. Кролик и кролик. Еще один, что называется, на попечении. Но в любом случае у меня в вольере всегда лежат настилы, деревянные поддоны. Вот такие. В случае опасности крольчонок легко юркнет под них. А ни взрослый кролик, ни кошка туда не пролезут. Ну, даже если туда половина кошки пролезет. Но, во всяком случае, им недоактивных действий там будет. Девочка, разумеется, уже вовсю пробует взрослую пищу, грубые корма, уже перешла. Но мамка все равно по расписанию кормит, как положено. Теперь к разгоревшимся спорам. Что же с ней делать? Оставлять, не оставлять? Такой вот малоплодный акрол для разведения. Это же всегда такой вопрос. И, конечно же, есть рекомендация этого не делать. Ну, вот это все. Я решил, что девочка у меня останется. И я проведу наглядный эксперимент. У меня есть еще один очень крутой кандидат ей в мужья. Также от одиночного акрола парень. Парень со сложной судьбой. Он действительно один. Но он тоже невероятно большой. Два малоплодных акрола. По всем законам оба должны быть отбракованы. Ну, какое разведение. Но давайте проверим все эти теории. Так ли это? Вот что все эти факторы, они наследуются и они негативные. Ну, более идеальных условий просто не придумать. И он, и она от очень малоплодных акролов. И если вдруг бугаевина разродится у нас десятком корольчат, значит вся эта теория, извините, на пустом месте. Выдумки и домыслы. Как обычно. А вот если ее акролы реально будут не бог и весть, ну, значит мы твердо сможем сказать. Да, экспериментально доказано. Так делать не надо. От малоплодных акролов не берем на борт никого. Такие дела. Напишите, что думаете по поводу вот этой идеи в комментариях. Ну, а теперь, конечно, главное, чтобы никто из участников регаты не сошел с дистанции раньше времени. Ну, знаете, как это бывает. Растишь кого-то, трясешься над ним. Ну, или просто готовишь к чему-то. Неважно, к продаже, к случке, к чему-то важному, к выставке. И того гляди, вот что-то обязательно с ним случается. И именно накануне, или же в день в день прям. Вот сколько раз такое было. Сидит кролик в резерве полгода, все идеально. Решаешь пустить его в дело, а он, ну, как готовился. Либо заболеет, либо коготь себе вырвет, либо там с шерстью что-то произошло, либо еще что-то. Ну, это крыльководство. Высокорискованное дело. Так что надеемся, конечно, на лучшее. И ждем месячный срок Бугаевина. Как только ей исполняется юбилейный месяц, мы ее взвешиваем. Ее первое в жизни взвешивание. Самому очень интересно результат посмотреть. Все, спасибо за внимание. С вами был фермер Одинешенька. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok